Девушки отдыхают Что ожидает жителей города? Об этом сегодня мы говорим с заместителем руководителя управления культуры Дагубовской городской думы Виты Велевко. Здравствуйте, Вит. Здравствуйте. Ну так каким он будет праздник Лига в этом году в Дагубовске? Ну, наверное, начнем уже с 21 июня, когда уже по традиции у нас первый праздник, как бы вступительный праздник Лига. Только в этом году мы будем танцевать. Обычно мы поем. В прошлом году, я думаю, что многие помнят, что мы делали сыр, и пиво пробовали, и венки плили, и пели песни. Но в этом году будем танцевать. Я думаю, что многие помнят, что в прошлом году был первый раз такой проект, который проводил Латвия с Радио Диви, самая длинная песня «Лига». Это был такой проект, когда через всю Латвию во время всего Денокцлайка пели песни, то есть по всей Латвии, начиная с востока, границы Латвии, и заканчивая западом. И наш фольклорный коллектив «Сватра» тоже в этом участвовал, и в парке Дубровина участвовал в этом проекте и пел свои песни. В этом году этот проект продолжается, только в этом году «Сватра» поедет в Дагду, где тоже будет участвовать в этом проекте, участвовать в прямом эфире на Латвии с Радио Диви и петь свою «Лигуо Диасму». А у каждого своё время или все начинаем с восхода солнца и заканчиваем закат? Ну, в принципе, это, ну, как бы передача идёт целые сутки. А, эстафета. Эстафета, да, которая передаётся каждому коллективу, ну, разным коллективам, поочерёдно, и вот будет одно время, когда поёт один коллектив, через время подключаются к другому, и так вот звучит целые сутки, звучит это «Лигуо Диасму». Одна песня? Нет, 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 это каждый своё предлагает, ну, то есть многообразие, это латгайские песни, потом и «Видзами», и «Земгалой», и «Курзами», ну, то есть каждые свои оригинальные песни поют, и это, ну, вот букет, праздничный букет песен получается. 23 июня кульминация праздника. Что нас ожидает? В парке? Нет. Нет, в стропах у нас будет, на эстраде, да, как, ну, это тоже уже такое традиционное мероприятие. Уже с 8 часов там будет работать праздничный базарчик, и с полдевятого, 20.30 начинается концертная программа, и открывает её наш духовой оркестр Даугова под руководством Арнольда Гринберта, ну, и дальше тогда концертная программа. В этом году у нас участвует из райзакной коллекции «Брали Пунцули», это участники шоуа «Дедуша» с Дименес, я думаю, тоже многие уже знают их. Это в 9 часов у них выступление, в 10 часов мы приглашаем на концертную программу, которую предлагает группа «Апветцеж», ну, это «Шлягер», это, ну, как бы «Залюмбалы», то есть танцевальная музыка. Да, танцевальная музыка, можно будет и танцевать, и подпевать, так что, так что приглашаем на концертную программу. Костёр, да, ну, естественно, Лигу свадки без костра это невозможно, и в 23.00 зажигаем большой костёр, но я думаю, прыгать через него, может, не надо, всё-таки он достаточно большой будет, да, 23, и после чего дальше продолжается дискотека до двух ночи. Вы знаете, праздник Лига невозможно представить без зелёного базарчика уже, да? Обычно когда-то в поля уходили, в леса за дубовыми ветками, листьями, да? Но теперь люди стали ленивыми и хотят всё приобрести поближе к дому, да? Зелёный базарчик, да, Гопилси, будет? Да, будет, и с 22.00 июня уже начинает свою работу с 9 до 2 дня. Он будет работать около, в сквере около костёла Святого Петра. Ну, в принципе, это тоже такой первый раз такой базарчик в центре города, и, как сказали организаторы, организаторы это общество от Менюлады, но будут предлагать, конечно, и зелень, и венки, и сыр, и пиво, и хлеб, мёд, и даже украшения. Так что очень разнообразная вот эта продукция, что будут предлагать продавцы. Но помимо этого будет и концертная программа, то есть, ну, концертная программа, которую будут создавать сами посетители. То есть можно будет петь вместе с Ирой Найан Саной и с музыкантами, то есть петь песни Ли Гуа. То есть авторский концерт такой. Ну, в принципе, да, такой. И, как сказали организаторы, в городе сейчас находятся студенты из пяти стран по программе Erasmus+, и вот это студенты Польши, Португалии, Словения, Финляндия и Латвия. То есть они тоже как бы собираются участвовать в этом мероприятии, и то есть во время этого базарчика можно будет, может, и увидеть или испробовать какие-то традиции этих стран. То есть, ну, это будет такой национальный, даже с таким привкусом немножко базарчик. Ну да, но мне кажется, что в тех странах такого праздника нет. Ну, я думаю, что, ну, Ли Гуа может как-то не зовется, но что-то наподобие такое, может, и какие-то традиции будут. Вита, ну, я думаю, вы со мной согласитесь, что в последние годы праздник Ли Гуа больше всё-таки напоминает такое поедание шашлыков банально, да, распитие пива и всё. Вот на ваш взгляд, как вернуть всё-таки наш народ к истокам своим? К сожалению, наверное, так есть, но всё-таки я смотрю на это позитивно, потому что есть люди, которые всё-таки сохраняют эти традиции, и, может, просто чаще надо нам самим подумать о том, что мы сами исходим из природы, что вот это время, когда природа цветёт, она даёт настолько красочные цветы, настолько красочные краски, да, и что мы все оттуда, мы природа, и, может, во время этой индустриализации мы немножко отходим от этого и забываем, что, в принципе, мы просто люди. Хорошо, провокационный вопрос. Сами, когда собираетесь на праздник Ли Гуа всей семьёй, какие ритуалы для вас являются обязательными? Ну, естественно, это плетение венка, это разжигание костра, ну, естественно, это янусерс, это, естественно, и пиво, которое делали наши предки уже годами и столетиями. Ну, вот это, наверное, вот тот такой основной букет, который мы используем на праздник, ну, и, конечно, песни Ли Гуа. Я правильно понимаю, что не случайно возник и проект, да, вот года три назад так массово отмечается вот предлигование, да, в парках нашего города? Ну, наверное, да, чтобы люди поняли, что праздник приближается, что надо, ну, как бы, время уже подготовиться к нему и самими. Может, может, кто-то побольше увидит вот этих народных нарядов, эти венки, которые исполнители концерта, он, может, это, ну, придаст, как бы, настрой больше, что, да, я тоже сплету венок, я тоже, там, может, оденусь по-другому, как бы, больше к этому празднику приближаюсь. И, ну, и потом уже кульминации 23 число в стропах. Кстати, а как вам кажется, такая генеральная репетиция пользуется у наших граждан интересом? Ну, смотря по тому, как они посещают это мероприятие. Есть, конечно, те, которым это неинтересно, но есть публика, которая всегда посещает эти концерты и с удовольствием ждет, и есть на этих концертах. А их больше становится или нет? Ну, смотря по предыдущему году, да, стало больше, и хорошие отзывы были, ну, так что это, конечно, приятно, что люди интересуются этим и смотрят, участвуют и познают что-то, может, и новое. В прошлом году у нас так хорошо удалось, что мы, может, открыли такие традиции для других, которые, они, может, не задумывались про это. И, может, есть такие традиции, которые и я сама как бы не знаю, и мне было это открытие, и что-то новое, и я сама научилась, что можно так делать, можно так праздновать. Ну да, сыр варить в парке, такого еще не было, да, это правда. Крепость тоже в этом году не остается в стороне, да? Что будет в нашей крепости? Да, про крепость, вот мы начали говорить про Залютырденч, ну, это ярмарка зелени, и, да, продолжение, второй день будет в крепости на мостике около ворот Николая. Там тоже будет вот эта ярмарка, и то есть то, что было у церкви в центре 22-го числа, тоже будет на следующий день, тоже с 9 до 2 дня будет эта ярмарка крепости. Но если мы так приблизились к крепости, тогда, может, и упомяну то, что Лига Ун-Янием свой такой сюрприз и подарок дает арт-центр имени Марка Ротко. То есть всем именинникам есть возможность посетить центр бесплатно. Хорошо, ну и последнее, что должен сделать каждый человек, чтобы праздник Лига и Янова ночи удалась? Что думаете об этом? Ну, это, наверное, каждому лично он сам решит, что сделать, но я думаю, обязательно надо сплести венок, девушкам надо из цветов, парням надо из дуба. Надо попробовать вкусный Янюс Иерс, хорошее пиво, действительно хорошее пиво. Ну и, конечно, ну, если удастся, может перепрыгнуть через костер. Да, и главное не спать эту ночь, потому что тогда целый год будешь спать. А что же детям делать? Ну, дети – это, конечно, исключение, но я думаю, дети – это первые, которые не будут спать в эту ночь. Ну что ж, Вита, большое вам спасибо за эту увлекательную беседу. С наступающим вас праздником, Лига. Спасибо, Лига.